Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Это актуально». Сегодня у нас в студии председатель комитета ЖКХ транспорта и связи администрации Северодвинска Николай Спирин. Здравствуйте, Николай Александрович. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим об итогах лета, о ремонтах и о подготовке к зиме. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 580-700. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю. Николай Александрович, город наверняка уже завершил подготовку к зиме. Удалось ли уложиться в сроки и выполнить весь объем необходимых работ? У нас в городе принято уже с окончанием отопительного периода. Это наступает практически после проведения праздника Дня Победы. Выходит постановление администрации города Северодвинска, где утверждаются планы мероприятий, утверждаются финансовые ресурсы и утверждаются сроки проведения мероприятий по подготовке к новому отопительному периоду. Эта работа в основном ложится на ресурсно-набжающие организации, на управляющие компании и на бюджетную сферу. Поэтому с мая месяца мы работаем, и на сегодняшний день мы подошли к завершающему этапу окончания этой работы. А когда начнется подключение тепла в городе? И возможно ли подключить сначала больницы, садики, школы? Потому что слышала от многих даже родителей, что не поведут ребенка в садик, пока там не подключат тепло. В группах, особенно в спальнях, влажно и прохладно. Схема теплооснования города позволяет по-разному подходить к подключению отопления. Но, соответственно, мы должны понимать, что трудозатраты будут намного выше в выборе той или иной схемы. Поэтому проработана у нас уже годами система, когда мы включаем отопление, в первую очередь, объекты здравоохранения. Затем мы начинаем подключать детские сады, школы. Фактически параллельно подключаем и жилой фонд. Подключение началось уже? Да, подключение началось с сегодняшнего числа. Подключены уже объекты здравоохранения. Завтра будет подготовка вестись. Начнутся подключаться со среды объекты детские сады и школы. И частично жилой фонд. Это до пятницы. В зависимости от погоды мы посмотрим, мы будем работать в выходные. Или же погода будет позволять, мы уже сделаем перерыв. И уже с понедельника начнем подключать остальную часть жилого фонда. Для того, чтобы до конца недели практически сделать запитку всего жилого фонда. Но жители должны понимать, что наша система техоснабжения такова, что нам потребуется еще порядка двух недель, ну и, к примеру, минимум, для того, чтобы выйти на нормальный гидравлический режим по системе отопления. Потому что где-то будут недоработки какие-то, где-то будет завоздушивание системы горячего водоснабжения и отопления в жилых домах. На это все потребуется время и будет вестись работа. Затем будет понижение температуры. Это тоже потребует изменения регулировки системы теплоснабжения. Ну, в целом, работа привычная. Я думаю, что наша управляющая компания, ресурсоснабжающая компания с этим уверенно справится. Жителям нужно как-то контролировать, трогать батареи, звонить, если у них там не подключилось? Жителям, конечно, нужно вот в этот период быть не только жителем, и там, где везде, и в больничных комплексах, и в детских садах, и в школах. Внимательно, потому что инженерные сети, они инженерные сети. Везде может быть какая-то маленькая, большая авария. Если что-то где-то, есть какие-то протечки, нужно всегда обращаться в ту организацию, которая обслуживает данное подразделение. Это жилой фонд, это управляющая компания, больничный комплекс, у них своя служба, допустим, есть, да? Ну, школы и детские сады, там тоже своя служба создана для этих целей. Сейчас завершается дорожный ремонт. Какие работы уже были сделаны в этом году? И есть ли существенная разница финансирования по сравнению с тем же прошлым годом? Ну, действительно, вот вспоминая осень прошлого года, когда было много нареканий, еще фактически погода сделала нам не очень хорошее дело, а затем наступила весна, и город действительно был в таком, ну, я бы сказал, и мы признаем это нехорошем состоянии, а именно дороги, да? И было очень много нареканий от автолюбителей, от всех в этом плане. Нам удалось вот за этот период, конечно, значительно и приложить, как сказать, руки, усилия и значительные финансовые средства для того, чтобы сегодня все дороги практически, можно сказать, привести в удовлетворительное состояние. В целом, можно сказать, что все неплохо у нас, вот на сегодняшний день. Надеемся, конечно, на то, что погода пока постоит, но как жизнь дальше будет, когда там в ноябре, в декабре, будем смотреть, к чему это все приведет. Говоря о ремонте дорог, то, чтобы те наши жители и гости города, которые смотрят передачу, понимали, проще сказать, что у нас как бы ремонт делится вот на четыре такие составляющие по своей значимости. То есть это ямочный ремонт, потом ремонт верхних изношенных слоев асфальта бетона, в скобочках мы называем его картами, и ремонт, или еще более самый качественный, это капитальный ремонт. Соответственно, на капитальный ремонт требует всегда больше всего денег. Если мы берем 2014 год, то у нас фактически 2013 по ремонту машинами турбо, так называемый, по ямочному ремонту, которая входит в программу производственную по содержанию дорог и выполняется спецсвах хозяйством, всегда она идет порядка 30-35 миллионов. Эта сумма, она фактически не меняется. Единственное, в этом году мы сейчас постараемся еще порядка 3-5 миллионов добавить в спецсвах хозяйства, потому что уже сегодня появляются новые изъяны на дорогах, их тоже надо устранить, ездить нельзя. Что касается, я бы хотел отметить, ремонт верхнейших изношенных слоев асфальто-бетонного покрытия, ремонт картами, то в этом году денежный стрел по сравнению с 2013 годом затрачено в 3 раза больше. Если в том году у нас было 40 миллионов, то в этом году 122 миллиона. Вы, наверное, заметили, что сегодня не только в дорогах большие карты положены, а также и на пригородных дорогах это Коротское шоссе, Кудемское, Солзинское шоссе. Приятно действительно ездить. Многие перекрестки у нас сделаны, и в этом, как сказать, проблема у нас сегодня решена. На многих улицах положены очень большие карты. Взять даже от Заводской улицы до Коротского шоссе, у нас есть такая проезжая часть, она без названия, но в безобразнейшем состоянии. У меня, наверное, были десятки звонков, особенно дачники ездят туда. Потом, когда мы там положили карту, приятно ехать, и были слова благодарности тех же партийских людей, которые знают мой мобильный телефон. Дороги волнуют всех, да. Что касается самого ремонта, у нас денежек в этом году было меньше, чем по сравнению с 2013 годом, поэтому мы где-то на ремонт у нас было порядка 22 миллионов. Мы затратили на ремонт дороги по улице Логинова, это от Мира до Дзержинского, и отремонтировали улицу Просоюзная. Это практически от Ломоносова до Советской. Кто ездил, посмотрел, в общем-то, ремонт выполнен достаточно хорошо, и он даже внешне выглядит очень достаточно приятно. Поэтому, если говорить о следующем, в 2015 году мы тоже сейчас к этому делу готовимся, и по ремонту машинными турбами у нас останется на том же уровне 30-35 миллионов. Что касается ремонта верхних слоев, тоже мы достигнутый уровень в три раза, который был у нас в этом году, мы постараемся оставить, чтобы в следующем году у нас такая же сумма была в пределах 112 миллионов рублей. Сложнее сегодня у нас ситуация с ремонтом дорог, но сложнее в чем? Что у нас сегодня денег вроде как и больше на 2015 году по сравнению с 2014, порядка 60 миллионов есть. Но нам этого явно недостаточно, с учетом того, где мы намечаем, они не утверждены, дороги, а есть перечень дорог, где мы бы хотели отремонтировать. Нам в общей сложности нужно порядка 122 миллионов еще. То есть мы вот 10 сентября будет предварительно защита бюджета по комитету ЖКХ, мы пойдем туда с нашими специалистами докладывать у заместителя мэра по финансово-хозяйственной недели, с ее направлением, какие у нас планы, на что мы деньги собираемся потратить. Мы будем отставить вот эту позицию, чтобы нам дополнительно 60 миллионов выделили на ремонт дорог в 2015 году. Замечательные планы. А у нас есть первый вопрос от телезрителя, давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите. Добрый день, Николай Александрович. Николай Александрович, можно вам задать такой вопрос? Алло? Да, мы вас слушаем. Значит, это морской 25, Ковалева Валентина Александровна. У нас сегодня произошел такой инцидент. Значит, с утра в 8 часов где-то отключили воду холодную, без предупреждения. Какие будут работы, где проводиться, никаких объявлений, ничего. Люди 17-й дом и 25-й дом сидели целый день без воды. Но потом я звоню на 17-й дом знакомой, говорю, у вас включили воду? Да, включили. Я говорю, как, да, полпятого где-то. У них проводились работы. Там холодная вода меняла задвижка или что-то. Значит, хотелось бы знать, кто... А у нас воды так и не было. Пока мы не позвонили во все службы, которые только можно. И вот дежурные, значит, по ЖКХ, вернее, дежурная служба, по-моему, да, по ЖКХ и ТИС. Вот там только, значит, молодой человек куда-то дозвонился, где-то что-то выяснил. В общем, пришли, мы спустились смотреть. Пришли два слесаря с той же организацией подрядной, которая работала. Вот они открыли задвижку и так ухмыляясь. Еще у нас работы не окончены. Если в том доме, где были проводились работы, уже давно есть вода. Хотелось бы знать, должны ли хотя бы какие-то объявления ставить в известность жителей, то есть, что будут проводиться работы, с какого и по какой период. То есть, должны же люди хотя бы запастись литра несколько воды. Спасибо большое, вопрос понятен. Будьте добры. Вопрос справедливый и возмущение жителей действительно справедливый. Я хочу сказать, что здесь прямая доработка управляющей компании. И недоработка в рентгенческой службе данной компании, которая должна отслеживать весь процесс. Сначала опубликование объявлений на подъездах о том, что будут проводиться такие работы заранее, чтобы люди действительно знали. С вечера повесить или, например, утром повесить. И по окончании работ тоже должно пройти такое сообщение о том, что работы выполнены. Если нет возможности или как-то повесить объявление об окончании работ, у нас сейчас избраны в домах, есть старшие подъезда, есть советы квартирных домов, есть ТСЖ, хотя бы этому активу сообщить, и вопросы бы были все решены. Я завтра записал кадры, завтра мы разберемся, почему такие причины. У нас каждую неделю собирается управляющая компания. Мы вот эту неработку обязательно на совещании директоров предприятий разберем и определим, насколько и кто виновен в этой ситуации. А так вопрос очень хороший, справедливый. И, в общем-то, здесь действительно люди не должны страдать. Раз человек пострадал, я думаю, что у нас тоже кто-то пострадает из руководителя и исполнителя данной управляющей компании. Спасибо телезрителю за вопрос. А мы вернемся к нашим вопросам. Насколько мне известно, в этом году были выделены вполне приличные деньги на ремонт тротуаров. Если сравнивать с предыдущим годом, то и двумя годами, что удалось сделать? Чтобы объективно здесь говорить, как бы так вот без улыбки, без всего, чтобы понимали, что действительно последние 20 лет и даже до 90-го года тротуарам мало уделялось внимания. И сегодня мы все должны понимать, что в городе сегодня стоят две главные задачи. Это первая главная задача – приселение людей из ветхого аренда в жилье, потому что проблема очень серьезная. И вторая задача, я считаю, тоже главная, это задача по ремонту дорог и содержанию, соответственно. Чтобы вот таким же сроким фронтом, как мы сегодня приступили к работе по строительству новых домов, переселению людей из аварийного жилья в новые дома, и также в таком же состоянии проводить содержание и ремонт дорог, конечно, денег на тротуары в таком объеме не хватает. Но я хотел сказать, что начиная, по-моему, с 2012 года, где мы впервые к этому делу приступили, и у нас всего было 900 тысяч на ремонт тротуаров, в этом году уже было 5 миллионов, вернее, в 11-м было 900 тысяч, в 13-м было 5 миллионов, в 12-м 900 тысяч, сегодня у нас было заложено 12 миллионов на ремонт тротуаров. Это, конечно, значительная сумма. Поэтому, если кто-то видел, ездил, и работы сейчас еще не окончены, контракты, они в работе, сделаем многие тротуары, это и на Яграх, Бутома, вот 11, особенно 13, можно посмотреть в городе, Беломорский 26, вдруг 10 посмотреть, сейчас уделается большой объем работы, это по улице Лесной, где у нас станция скорой помощи с выходом на улицу Гагарина. Ну, эта работа будет продолжаться и дальше, мы планируем в 15-м году не меньше 12 миллионов тоже в бюджете оставить, потому что проблемных вот таких вопросов у нас достаточно много. Мы встречаемся с ветеранами города, на встречах ветераны постоянно поднимают этот вопрос. Но, к сожалению, мы откровенно говорим, что по мере возможности мы эту работу выполняем. Потому что проблемные места, они в городе есть, мы о них знаем, это и улица Ломоноса от Ивушки в сторону, значит, бульвара строителей, это у нас и проспект Леина, тоже от площади Ломоноса в сторону улицы Южной. Ну, есть и другие направления, где надо этим вопросом заниматься. Так, действительно, работу начали. Дай Бог, чтобы у нас из года в год эта сумма потихонечку нарастала. Очень хорошо. У нас на связи еще телезритель, давайте послушаем вопрос. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Николай Александрович. Я хочу сделать такое предложение. Да-да, говорите. Это мне, да? Да, конечно, мы вас слушаем. Каждый год у нас ремонтируются дороги, выбрасываются государственные деньги на эти. Может легче поприлосить иностранных специалистов, чтобы сделали дороги? Спасибо большое за предложение. Что можно ответить? Ну, я что хочу сказать. Деньги, можно сказать, государственные, но это, в общем-то, у нас органы местного управления, бюджет органов местного управления, муниципального образования. Деньги, да, наши, деньги наши, наших налогоплательщиков, в том числе гражданин, который нам звонил и задавал этот вопрос. Я хочу сказать, что у нас специалистов тоже своих хватает, я имею в виду и в городе, и в Архангельской области, и в целом в Российской Федерации. Не надо никаких иностранных специалистов. Просто дороги, конечно, в зависимости от той территории, от грунтов и прочее, они выполняются по разным технологиям. И мы уже не раз говорили, что и в городе Сыровинске нормативные сроки, конечно, выполнения ремонта, особенно капитальный ремонт, у нас уже не прошли. Поэтому при отсутствии дефицита бюджета для ремонта, мы, как сказать, изыскиваем разные способы для того, чтобы содержать дороги, я уж не говорю, в хорошем удовлетворительном состоянии. Вот хотя бы как на сегодняшний день. Поэтому мы и вкладываем деньги, порой не в ремонт, не в капремонт, а делаем, например, большие вложения в исполнение верхних изношенных слоев, да, типа ремонт картами. Вот в этом плане. Вопрос только в деньгах. Если бы было финансировано, соответственно, существуют технологии, существуют машины, механизмы, существует и асфальтобетон, который сегодня такой же, как в Сочи, например, можем применять запросто и укладывать дороги. Но нужна подготовка, самое главное. Вот те дороги, которые сегодня в Сиротвинске, они были, закладывались там в начале 40-х, 50-х годов, понимаете, там совершенно была другая технология. Подушка, основание совершенно иное было. И цели ставились совершенно другие. Не под такой поток машин, как сегодня легкового, грузового транспорта, понимаете. Конечно, все надо, все надо бы переделать, но, к сожалению, мы в такие короткие сроки эту проблему не решим. Поэтому люди, когда задают такой вопрос и говорят, что иностранные специалисты пригласили, мы все вопросы решим. Не решим. Нужны значительные, значительные инвестиции в это дело. То есть дело не в плохих специалистах совершенно. Я бы сказал так, ума и у нас хватает. У нас денег не хватает. Многие сейчас заметили, что начали ремонтироваться автобусные остановки. Многие из них оборудованы автобусными павильонами. Это тоже впервые за несколько лет. Сколько у нас сейчас таких остановок и с чего вдруг начали такие работы? Чтобы телезрители правильно ориентировались, я по памяти могу сказать, что у нас в городе порядка 150 остановок. Это только в городе. Плюс где-то 25-30 это на пригороде. И они, конечно, находятся по своему содержанию, хотя входят у нас в контракты, в разной такой стадии. Есть остановки, которые требуют к себе пристального внимания. Это и мы видели. И я хочу сказать, что есть и замечания органов надзора, стороны прокуратуры. И они с нами в этом плане крепко работают. И мы, понимая это то же самое, я должен сказать, и по своей воле, и с ученым того, что есть определенные нарекания со стороны органов надзора, мы несколько усилили работу в этом направлении. Поэтому мы делаем сегодня работу. Это вот шесть автобусных остановок на пригороде. Это в сторону Солдинского шоссе, Кудемского шоссе. С двух сторон в трех местах у нас будет. И в городе мы порядка оборудовали 15 новых автобусных остановок. И где-то две остановки мы ремонтируем. Всего 17 автобусных остановок. Я думаю, что наши жители города, когда будет ненастья в октябре-ноябре, как-то ощутят такую заботу. Я думаю, добрыми словами может вспомнить и нас, и всех тех, кто участвовал в этом деле. Остальные остановки не нуждаются в павильонах, либо у нас просто нет сейчас средств? Будут ли все оборудованы? Или нет необходимости? Вы понимаете, автобусные остановки, мы должны смотреть, какой график движения, в какое время года и как используется эта автобусная остановка. И с учетом этого, мы уже смотрим, какие затраты на это нужно будет тратить. С другой стороны, в принципе, есть требования к автобусной остановке. Мы будем стремиться к тому, чтобы все автобусные остановки соответствовали этим требованиям. Тем более, сейчас наступает осень, такое дождливое время года. Предприятие «Горвиг» прочищает колодцы ливневой канализации. Летом многие средства массовой информации показывали об этом, материалы делали. Но первый же ливень показал, что вода утекает, но не так быстро, как бы хотелось бы. Может быть, есть у нас потребность в прочистке труб, если средства какие-то заложены на эти цели? Действительно, вопрос непростой. В прошлый год этот год показал, что порядные у нас улицы. В принципе, мы эти узкие места знаем. Советский, Ленина, Воронина, Морской. Действительно, существуют такие проблемы, и надо разрабатывать мероприятия, в отличие от предыдущих лет, еще иные мероприятия. Для сведения я хотел бы сказать, что у нас у «Горвига» порядка 7 тысяч колодцев, и это магистральные, которые находятся на дорогах, и внутриквартальные, которые находятся в дворах. И, в принципе-то, соответственно, с правилами эксплуатации, пусть не все, но колодцы нам приходится чистить от того же песка, от мусора, который туда попадает. Это мы обязаны выполнять. И «Горвиг», начиная с весны, фактически, начиная до глубокой осени, до октября-ноября, всю эту работу проводить по графику, и работу выполняет. Но, когда я видел публикации в газете, что шла критика, что вроде бы «Горвиг» чистил колодцы, телевидение показывало, а вот первый линии мощный прошел, и мы опять вроде как столкнулись с потопом. Но тут я бы что хотел сказать. Во-первых, действительно, что за 70 лет города Сиреневска надо не только колодцы чистить, а также нужно и чистить трубы. Они разного диаметра, от 300 миллиметров до 500, до 700, до 1000. А то с выходом по проспекту Лейна туда, через коллектор идет вот это в озеро. И сегодня мы уже провели первые такие телевизионные обследования, и видим, что действительно заполнение труб песком действительно она существует. И вот в узких местах мы рассмотрели это дело и наметили такую работу провести. Работа недешевая, дорогая. Один метр стоит порядка, я вам скажу, 4000 рублей. Прочистка выполняется гидродинамическим методом. Поэтому мы сегодня пока наметили порядка 3 километров. Это умножаем на 4000. Порядка 12 миллионов рублей нужно. Это тоже дополнительные средства, которые у нас не были предусмотрены в программе перспективного бюджета. И будем тоже на защите бюджета просить, что нам такие денежки дали. Но с другой стороны, я бы хотел закончить, что сегодня люди должны понимать, что не только в Сиродвинске. Если посмотреть любой город, где такой ливень идет, чтобы Москва, Ленинград или другие иностранные государства, там то же самое происходит. Машины плавают, и дома плавают, и все. Тут надо подходить не то, что спокойно, а с пониманием к этому вопросу. Все-таки мы, никто плохо-то не старается делать. Когда такие ливни выпадают, что сегодня же смотрите, какая погода, как резко поменялась за последние 30-40 лет. Поэтому, кто давно, когда живет в городе, он прекрасно понимает, что было 40 лет на нас, что сегодня. Хотя и тогда, в 60-е годы, были моменты, когда тоже проспект Ленина заливал. У нас есть фотографии. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Мы не успели ответить на все звонки, но я думаю, что телезрители оставили свои координаты. Николай Александрович постарается решить все вопросы. Спасибо большое за участие в программе. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»